Здесь я на самом деле вижу необходимость разъяснить точку зрения Корана и Суну на слово Аль-Аль-Бейт, так как наши оппоненты, в том числе доктор Абу Шейб, полагают, что мы, шеиты, говоря Аль-Аль-Бейт, подразумеваем родственников Пророка, салаллаху алейхи и алейхи и алейхи и салям. Это большая ошибка. Аль-Аль-Бейт — это очень узкий круг людей, которые попали в этот список не из-за родственных связей с Пророком, салаллаху алейхи и алейхи и алейхи и салям, а из-за духовных качеств и духовной близости к пророку, саллаллаху алейхи ва салям. Во времена пророка, саллаллаху алейхи ва салям, людей, которые входили в этот круг избранных в число Ахляль-Бейт, помимо самого пророка, саллаллаху алейхи ва салям, было только четыре человека. Али, Фатима, Хасан и Хусейн, саллаллаху алейхи ва салям. И все. И больше никто. И, конечно же, жены не входят в это число, в число Ахляль-Бейт. Об этом говорит сам Всевышний в священном Коране. Уважаемый доктор, вы сказали, что Ахляль-Бейт переводится как люди, как обитатели дома. В 33-м аяте суры 33 Всевышний говорит Оставайтесь в своих домах. Всевышний обращается к женам пророка, саллаллаху алейхи ва салям, и говорит, в своих домах, домах, то есть дом, использован во множественном числе. Этот аят свидетельствует о том, что у жен пророка, саллаллаху алейхи ва салям, были разные дома. Они не были людьми одного дома. В этом же аяте Всевышний говорит «Иннама юриду Аллаху ль юдгиба анкум ритс ахляль-бейт и ва ютаххиракум татхира» О, обитатели дома! Скольких домов? Одного дома. И все это Всевышний сказал в одном и том же аяте, чтобы дать понять, что это разные вещи. Дома и дом – это не одно и то же. Как жены, которые названы в аяте обитателями разных домов, могут быть названы в том же аяте обитателями одного дома? Те люди, которые говорят, что жены пророка входят в число ахляль-бейт, крайне халатно относятся к тонкостям аятов Священного Корана. И не хотят замечать тонкости аятов Священного Корана. Этот же смысл подтверждается сунный посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Например, в мустадраке Хакима Нишабури приведено предание от Анас ибн Малика, который сказал «Анна Расулу Аллахи, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, кана ямурру биба бифатима» Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, проходил мимо двери Фатимы Проходил шесть месяцев, шесть месяцев без перерыва он проходил мимо двери Фатимы Когда выходил на утреннюю молитву И обращаясь к этому дому, к дому Фатимы, говорил время молитвы о людях дома И далее читал 33 аят, 33 суры То есть, его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, дал понять Шесть месяцев он давал понимать мусульманам, о каком доме идет речь То есть, речь идет о доме Фатимы, саллаллаху алейхи ва салям Этот хадис Хакимом назван Сахих Хаким сказал, что этот хадис является достоверным согласно условиям Муслима Но ни Бухари, ни Муслим не привели этот хадис в своих сборниках И также этот хадис назван достоверным Захаби в его тальхисе У Захаби есть тальхис, Шамсудин и Захаби имеют тальхис Который является комментарием к муссадраку Хакима И в этом своем тальхисе Захаби согласился с решением Хакима Что это предание является достоверным согласно условиям Муслима Хаким привел это предание в своем муссадраке Книге познания сахабов в разделе, посвященном достоинствам Фатимы Саламуллаху алейха Хадис под номером 47-48, том 3, страница 172 Издательство Дарвель Кутубельмия, Бейрут Ливан 1990 года Это предание является толкованием 33-го аята суры 33 Ясно дает понять, о каком доме идет речь в аяте То есть дает понять, что в аяте речь идет о доме Фатимы Помимо этого предания существует и множество других достоверных преданий Согласно которым Пророк неоднократно указывал на Али, Фатиму, Хасана и Хусейна А потом читал данный аят И нет ни одного подобного предания, согласно которым пророк, салаллаху алейхи ва салям, делал что-то подобное с женами и вообще с кем-то еще, кроме этих четырех людей. Наоборот, имеются достоверные предания, согласно которым пророк, салаллаху алейхи ва салям, не пустил умму саляма свою супругу под плащ, несмотря на ее попытки оказаться под ним. Например, в Сунане Термиезе приведено предание от Умму Саляма, что она сказала, что его светлый справок Мухаммед, салаллаху алейхи ва салям, когда был неспослан этот аят, 33 аят суры 33, посланник Аллаха позвал к себе Фатиму, Хасана и Хусейна и Али, и накрыл их своей накидкой, своим плащом, а после этого сказал, О Аллах, они люди моего дома, очисти же их наилучшим очищением. То есть сказал следующее Умму Саляма сказала, о пророк Аллаха, я тоже с ними? Посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, сказал следующее То есть ты оставайся при своем положении, ты при своем положении и ты в добре. То есть пророк, салаллаху алейхи ва салям, не сказал, что она тоже с ними. Он не включил ее в число Ахля-ль-Бейт. Это предание приведено в Сунан-Термизе, том 5, страница 327-328, хадис под номером 3205, издательство Адарь-ль-Кутуб-Лидмия, Бейрут-Лива. Это предание Наср-уддин Альбани назвал достоверным, сахи. У Наср-уддин Альбани имеются комментарии к Сунан-Термизе, и в этом своем комментарии он назвал этот хадис достоверным, назвал сахи. Можно также привести в качестве свидетельства предание из Мусана Ахмада Абин Хамбала, согласно которому Умма Саляма пыталась войти под плащ, но его светлость, правок Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, помешал ей сделать это. Предание передается от Умма Саляма, которая сказала, Что его светлость сказала Фатиме, приходи со своим мужем, со своим супругом и со своими сыновьями, и она пришла с ними. И тогда его светлость накрыл их своим плащом из Хайбара, из Фадака, а потом положил свою руку на них и сказал И тогда Умма Саляма сказала Умма Саляма говорит, я попыталась войти под плащ, оказаться рядом с ними, но пророк, салаллаху алейхи ва салям, вырвал из моих рук этот плащ и сказал Поистине ты в добре Это предание ясно свидетельствует о том, что жены пророка не входят в число Аль-Аль-Бейт, и что в число Аль-Аль-Бейт входят только эти люди, эти четыре человека, помимо посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салам. Это предание президента Мусана Ахмада бин Хамбала, том 6, страница 323, хадис 26, 206, то есть 26206, издать с издару Ихья аль-Турасы аль-Араби Бейрут Ливан, 1993 года, издание, в девяти томах, издание было в девяти томах. Вы, конечно, можете спросить, почему дом Фатимы, саламу алейхи ва салам, назван домом пророка, салаллаху алейхи ва салам, то мы ответим, что это был самый близкий к пророку, салаллаху алейхи ва салам, дом, причем со всех точек зрения. То есть дом Фатимы ближе всех остальных домов располагался к дому посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салам. И это был единственный дом, в который можно было попасть, не выходя из дома пророка, салаллаху алейхи ва салам. То есть из дома пророка, салаллаху алейхи ва салам, была дверь в дом Фатимы. Это во-первых. Во-вторых, это был самый близкий дом к пророку, салаллаху алейхи ва салам, по родственной и кровной линии. То есть обитатели этого дома были самыми близкими родственниками пророка, салаллаху алейхи ва салам. И, наконец, самая важная причина, из-за которой дом Фатимы назван домом пророка, это духовная близость его обитателей к пророку. То есть обитатели этого дома были самые близкие и похожие на пророка люди. Чем они были похожи на пророка? Своей духовностью, верой, богобоязненностью и благими деяниями. Именно на это, прежде всего, обращается внимание. В священном Коране Всевышний обращается к пророку Нуху, алейхиссалам, и говорит о его сыне. Я Нуху, иннаху лейса мин ахлик, иннаху амалун гейру салих. Это 46-й аят, сура 11. Всевышний обращается к Нуху и говорит, о Нух, поистине он не является твоим семейством, он не является частью твоего семейства. Кто он? Сын Нуха. Почему иннаху амалун гейру салих? Потому что он является неправедным деянием. Он не обладает праведным деянием, он совершает нечестие, он является нечестицем. Это причина того, что он не является твоим семейством. Этот аят ясно свидетельствует о том, что близость к пророку и посланнику Аллаха определяется не кровными узами, не говоря уже о брачных узах, а только духовной близостью, силой своей веры, праведными деяниями. Поэтому эти люди названы Кораном людьми дома пророка, потому что они являются самыми близкими к нему людьми, своей духовностью, верой и праведными деяниями. Поэтому согласно Корану и сунни во времена пророка, ахляль бейт, это всего лишь 4 человека. Это толкование самого посланника Аллаха. Таким образом, его светлость, пророк, толкует этот аят. А то, что вы вносите в это число других людей, помимо этих 4, это ваше собственное измышление, это ваше собственное толкание, которое входит в противоречие с толкованием самого посланника Аллаха. Его светлость вырвал плащ из рук уммы, а вы этот плащ насильно пытаетесь вручить женам пророка и вручить другим людям, помимо этих 4 людей. И это, конечно же, неприемлемо ни при каких условиях. Именно поэтому, уходя из Медины, пророк, не мог назначить Фатиму по известной причине. Она была женщиной, а Хасан и Хусейн, мир им, были слишком малы. А Али, алей-салат, сопровождала пророка, салзаулаху алейхи альхи альхи ассалам. Поэтому пророк выбирал самых достойных из числа тех, кто оставался в Медине. А Али уходил с пророком. Фатима была женщиной, Хасан и Хусейн были слишком малы. Естественно, из тех, кто оставался в Медине, он выбирал самых лучших. Именно поэтому ваши вопросы о том, почему мы не почитаем других потомков и родственников пророка, саллаху алейхи альхи ассалям, как имамов, халифов и так далее, должен отпасть сам по себе. Это ваша претензия, как и все остальные ваши претензии, являются признаком того, что вы очень плохо знаете убеждения шаитов. Вы измышляете, вы предполагаете, все у вас основано на предположениях.